Нашу программу продолжает еженедельная рубрика «Генеральная уборка». Мы тоже решили пополнить ряды активистов, и коллектив телекомпании «Лабытнанги ТВ» вышел на субботник. Впрочем, для нас, медиаработников, спасение города от мусора вошло в традицию. Уже регулярно мы наводим порядок не только в отдельных частях города, но и благоустраиваем территорию учреждения. Борьба за чистоту объединяет между съемками, медиаработники зря время не теряют. Навести порядок на территории своего учреждения – долг каждого. Это тот редкий случай, когда корреспондент информационной редакции Тимур Чешков может позволить себе отложить работу над выпуском сюжета и помочь природе освободиться от мусорных оков. Говорит, в плотном рабочем графике на отдых времени практически не остается. Такие субботники помогают отлечься от повседневной суеты и забот. «Мы сегодня решили выйти на уборку, потому что у нас потеплело наконец-то, распускаются почки. Мы решили помочь природе воспрять духом, прорасти, скажем так. Убираем, видим, что у нас на территории телевидения появились лиственницы, совсем еще маленькие. И вот как раз убираем те пакеты, которые принесло ветром. У нас рядом соседи меняли теплотрассу, это стекловата. Повисшие на ветвях все очищаем, все делаем чистенько, чтобы нам было приятно работать и чтобы природа у нас расцветала». Свежий воздух и чистая природа помогут поднять настроение и укрепить здоровье. Об этом, как никто другой, знает автор проекта теледоктор Ирина Волокитина. Выпускающий редактор Надежда Шувалова уверена, что благоустройство городской территории влияет в целом на культуру лабытнанцев. Люди меньше мусорят. «Конечно, хочется, чтобы город был чище, чтобы территория, на которой ты работаешь, тоже была чистая. То есть, все равно за осенний-зимний период какой-то мусор появляется. Убрать всегда, что есть. Мусора достаточно много накопилось за этот период. Всякие в основном пакеты. Видимо, что-то с ближайших мусорок прилетает, когда ветер большой. Все это собираем, очищаем нашу территорию». Территория телекомпании богата растительностью. Если заглянуть в прошлое, в историю учреждения, то его благоустройство началось еще в 2005 году, когда состоялось торжественное открытие. Это важное событие для всех лабытнанцев запомнилось не только новым зданием, оборудованием, но и посадкой деревьев. Теперь на территории ЛТВ есть свои – семь лиственниц. Об этом, как никто другой, знает и помнит ведущий программы «Архив ЛТВ» Андрей Семаненко. «И открытие было обставлено очень торжественно, было много гостей. И часть торжества была – это посадка вот этих семи лиственниц. В 2005 году они были совсем небольшие, там может быть около двух метров. И смотрите уже, какие вымахали». Необычно территория ЛТВ и другими растениями. Два года назад здесь были посажены пять кустов черемухи и сирени, перевезенные из Тулы. Прижились южные деревья не все, но ежегодно в июле месяце радует своей красотой сирень. Теперь телевизионщикам остается только сохранять и приумножать окружающую нас природу. Ну и, конечно, призвать лабытнанцев последовать нашему примеру. Ведь в каком городе жить зависит от каждого из нас. Дарья Самородова, Сергей Антропов. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова